Диагноз «инвалид» взрослым ставят чаще всего в случае развития онкологии, тяжелого заболевания системы кровообращения или ВИЧ, у детей в случае психического заболевания, врожденной болезни или сбоя эндокринной системы. Об этом рассказали на семинаре в бюро медико-социальной экспертизы, а также в доступной форме объяснили, как без лишней волокиты оформить инвалидность. Система присвоения инвалидности стала прозрачней. На каждом этапе процедуры пациента информирует медицинская организация. Если житель Тольятти или Сызрани не согласен с присвоенным статусом, в областной центр ему ехать не надо. Его здоровье оценят самарские специалисты во время сеанса телемедицины. В принципе, люди просто не верят, что это можно сделать быстро, достойно и качественно. Понимаете, есть какое-то предубеждение, что получить инвалидность – это такие-то проблемы. Ничего подобного. Если делать все четко, как положено, все делается так, как надо. Затронули вопрос важности диспансеризации. Многие не проходят эту процедуру, думая, что короткое обследование неэффективно. Возникают всякие разговоры про то, а где у вас диспансеризация МРТ, а где у вас УЗИ, а почему действительно кто-то вот мне устокондроз мой не уточнили. Так вот, надо правильно понимать цель этой диспансеризации. Конечно, за эти два дня, два визита, три визита диагноз поставлен быть не может. Но задача наша, и я надеюсь, что как бы и ваша цель – это выявить вот эти наиболее опасные, убивающие заболевания. Во время диспансеризации делают кардиограмму сердца, что позволяет выявить риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания. Анализы, определяющие количество сахара в крови – это исключает риск диабета. А также несколько онкоскринингов. Они выявляют рак кожи, желудка, предстательной железы у мужчин и рак шейки матки у женщин. А также рак кишечника, который протекает почти бессимптомно, и пациент долгое время не замечает проблем со здоровьем. Меж тем, этот вид онкологии сейчас начинает выходить на первое место. Виктория Шарая, Петр Паломеев, События.